добрый день уважаемые дамы и господа с нами сегодня психолог александр литвин здравствуйте александр здравствуйте сергей здравствуйте дорогие друзья кто меня не знает меня зовут александр литвин а я с вами общаюсь из россии из москвы слава богу технологии позволяют это делать и меня очень радует что есть такая возможность такие сложные времена принципе звучать где-то на другой стороне земли а скажите пожалуйста вот я слышал нередко такое выражение календарь литвина могли бы рассказать что это такое вот для наших слушателей кто может быть не знает что такое календарь это в общем если плясать от печки так сказать начнем наверное с определения что такое время а что такое время для меня для меня это определенная территория а на которой вот как на карте да на этой территории есть и пустыни есть и горы есть моря есть реки реки есть определенный климат и вот каждый период времени я рассматриваю исключительно как некие территории по которым мы двигаемся из одной территории в другую и вот на одной территории нас подстерегает какие-то определенные опасности да или определенные какие-то благоприятные условия то есть каждая территория имеет определенную характеристику и мой календарь в общем-то создан для того чтобы относительно комфортно проходить через определенные территории издаю я его достаточно давно разработал я наверное его до лет наверное 40 назад это было очень давно и первичная разработка она была связана с банальными вещами я просто какой-то момент заметил что реакция животного мира на определенные дни она своеобразная и это связано прежде всего с моим хобби с давним я люблю рыбалку вот и почему я люблю америку кстати потому что там у вас классная рыбалка кстати в календаре я ставлю отметки когда мы можем добывать животных когда мы можем рыбачить и охотиться и там же я ставлю запрет на рыбалку и нас и началось все именно с рыбалки потому что я заметил что из них когда рыба клюет при прочих равных условиях то есть нет изменения атмосферного давления нет изменения уровня воды нет изменения температуры вот ну все нормально да то есть ничего не меняется рыба или ловится или не ловится и когда я заметил вот эту особенность и осталось и не а просто зачеркивать на календаре синим фломастером и потом я увидел что существует четкая встроенная достаточно система вот я поделился этой системой со своими товарищами и они не могли ездить на рыбалку вот именно в те дни когда я ставил отметку и они сказали вот интересно мы можем ездить только по выходным но не всегда на субботе или на воскресенье стоит твой значок и рыба не ловится как это работает я тогда еще сам не понимал как это работает но вот можно получать информацию посредством такой глубокой математической аналитики а можно получать ее ну несколько интуитивным восприятием фиксируя какие-то общие знаки да общие моменты и я заметил в те дни когда у меня получается поймать хорошую рыбу и много достаточно да обычно нет никаких проблем с движением нет пробок не ломается не машина не лодка и ты очень быстро добираешься к месту ловли и тебя получается что очень хорошая динамика в этот день и тогда я наверное впервые подумал что скорее всего все процессы в этот момент времени до в определенный день ускоряется в том числе ускоряется процессы и у не только у людей но и у рыб и в результате она просто очень много двигается результате она просто становится голодной нужно пополнить запасы энергии поэтому на плюет вот началось наверно все с этого а дальше больше и я стал замечать что в определенное время я свое время занимался медициной достаточно много и контингент у меня был относительно здоровый но мне приходилось их вакцинировать в том числе от вируса гриппа да вот я заметил что реакция на вакцинацию в определенные дни разные она зависит и от времени вакцинирования и от того когда родился человек а потом я заметил такую тенденцию что при перемещении в пространстве определенные люди с определенными датами рождения либо улучшает свой социальный статус либо они его ухудшают и редко когда они остаются в нейтральном положении как правило нейтральном положении находятся люди которые не меняют своего места жительства то есть не лучше не хуже я хотел бы вас проживать у меня сразу возникает вопрос попутно когда вы начали говорить про вакцинацию связаны ли с этим вот с тем обстоятельством о котором вы говорили различная реакция на вакцины которые сейчас применяются одни люди применяют эти вакцины я не говорю долгосрочной какой-то там реакция каких-то побочных эффектов долгосрочных а вот а быстрых эффектов эффектах кто-то переносит вакцинацию вполне себе нормально без особых проблем а при этом у нас скажем наблюдается вплоть до смертельных случаев связаны или это значит вы знаете это достаточно прямая связь я в свое время вакцинировал огромное количество людей да вот представьте допустим подразделение там 1200 человек но вот из них нужно вакцинировать порядка там 800 человек допустим это осенняя кампания по вакцинации в преддверии эпидемии гриппа до которая стандартно было и и раньше сейчас это потише конечно вот на фоне пандемии все-таки маски сыграли свою роль в отношении обычного вируса гриппа вот но во всяком случае я заметил достаточно быстро где-то в течение полутора лет наверное я увидел что люди если их вакцинируют спустя полгода после даты рождения они как правило испытывают выраженное недомогание а вот повышение температуры и так далее и я эту категорию людей всегда выделял и если я вижу по датам рождения что у этого человека вот он родился допустим где-то в марте месяце а у меня компания начинается по вакцинированию в сентябре а вот я таких людей не вакцинировал я либо вакцинировал их раньше сентября то то есть спустя четыре или пять месяцев либо позже несколько понятно вот это один из этих моментов это тоже связано с временем с календарем в том числе до календарь это способ ну не способ даже это инструмент противодействия цикличности а дело в том что мы я всегда говорю об этом и не стесняясь говорить и как бы нам не было обидно я всегда говорю что человек рано назвал себя гомосаклиц мы невероятно ведомые ведомые циклами есть циклы которые мы замечаем это сезонные циклы есть циклы которые мы не замечаем и вот в отношении циклов которых мы не замечаем и в общем-то и как инструмент я и сделал этот календарь о циклах говорится в самых древних книгах помните наверное многие знают эту вещь самое главное что самую такую одну из расхожих фраз да вот которую знают многие время разбрасывать камни время собирать камни да по факту а вот этих изречений которые есть книги экклезиаст или царя соломона намного больше и там есть все там есть и время войны время миру время обнимать время отталкивать время болеть время выздоравливать всему свое время вот у нас допустим двадцатом году началось время когда мы должны болеть и наступит время когда мы должны быстро всему свое время и есть время рутинной работы есть время отдыха вот двадцать первый год это время рутин и чего-то там далеко планировать нельзя я бы то в календаре не пишутся обычно я в конце года даю большую лекцию по рекомендации на предстоящий период но если говорить о времени 21 21 года то символом наверное этого года является корабль который в марте перекрыл советский канал то есть люди приготовились к чему-то кто-то может быть взял кредиты кто-то заказал оборудование кто-то заказал материалы была рассчитана логистика были запрактованы суда ну очень масса работы была произведена масса людей получила зарплату за эту работу вот один корабли взял поперек канала встал и все и форс-мажор это был такой сигнал и это символ года и поэтому я всем говорю в двадцать первом году рутины будет много а стратегического планирования допускать нельзя даже крупным корпорациям дальше чем на месяц я вообще не рекомендую заглядывать да я сегодня и сам живу вот буквально вот даже выход в эфир на вашу программу да он достаточно спонтанно и не спланирован то есть мы очень быстро решили все это абсолютно то есть мы живем сейчас вот я всем рекомендую жить вот 10 дневками декадами 10 дней прожил дальше что-то там спланировал еще 10 дней и так вот по 10 дней потому что если мы начинаем сейчас думать а что мы будем делать двадцать втором году то скорее всего у нас что-то получится но получится не только чего мы ждем что касается корабля который перекрыл советский канал это было сигналом а на сегодняшний день мы столкнулись с тем что на на и западном на восточном побережьях нашего нашего континента стоят сотни кораблей ну а ситуация в принципе результат в принципе тот же то есть все цепочка логистическая остановилась и все на этом все замерло ну это самый яркий вот признак да вот это вот этого периода времени до форс-мажор год форс-мажор вот но при этом а это время тоже должно произойти я 9 декабря 19 года читал здесь москве большую лекцию я ее назвал эту лекцию большое начало и когда ее читал меня конечно многие не понимали на тот момент потому что до нового года оставалось там буквально 21 день это девятнадцатый год все в состоянии некой эйфории все достаточно неплохо люди вернулись из путешествия отдохнули и тут выхожу на сцену я и начинаю зачитывать экклезиасты и я говорю с 20 с 5 февраля двадцатого года наступает время хаос какой хаос что он несет о чем речь я зачитываю экклезиаст и там на этой лекции я говорю что нам предстоит остановиться затаиться и переждать это все происходит я надеюсь что это все закончится и закончится как всегда все своевременно цивилизация переживает такие моменты но то что с нами происходит это глобальная цикличность о которой мы практически ничего не знаем но почему-то древние своих книгах пишут об этой цикличности и вот когда я создавал этот календарь я его создал для того чтобы указать некие триггеры которые происходят на той или иной территории времени допустим а в октябре одни триггеры которые подстегивают некоторые наши рефлексы или даже инстинкты до хотя фрейд не считал что у нас есть инстинкты я считаю что они у нас есть просто они у нас выражены достаточно индивидуально вот и календарь позволяет эту цикличность наблюдать и ей противодействовать во всяком случае пробить противодействовать ее отрицательной фазе скажите вот этот цикл который сейчас мы переживаем он должен когда-то закончится а вообще вся цикличность она укладывается вот такая глобальная 120 лет она укладывается в 120 лет и конечно она закончится но мы в самом начале цикла мы в самом начале цикла и вот 20 год это время хаоса и если мы посмотрим историю то есть все повторяется если мы опять возьмем какую-то древнюю книгу то в самых первых строках мы видим что там написано вначале чтобы хаос на был хаос и вот мы переживаем это время хаоса в двадцать первом году вроде бы все это оседает уже начинает формироваться сейчас происходит некое время строительства мы не знаем что мы строим я так полагаю что мы строим мост да вот мы строим мост по которым нам надо двигаться вперед ну в общем ситуация повторяется история по спирали и эту цикличность очень сложно заметить на протяжении жизни допустим одного человека да на протяжении трех-четырех колен наверное уже можно увидеть и благодаря тому что вот допустим вот для меня это очень важно я ведь этот календарь никогда раньше не записывал практически да не рассматривал и каждый год я к нему добавлял какие-то факторы какие-то значки и так далее вот в том виде в котором он сейчас есть это результат наверное работы последних таких плотных десяти лет потому что я его расписывал исключительно для собственной персоны и я в какой-то момент это было давно подумал но вот в отношении меня это работает а в отношении других людей а это ведь может и не работать но потом а я увидел что это работает в отношении всех как в отношении всех работает допустим утренний подъем солнца до или закат солнца то есть независимо как мы выглядим в каком возрасте вот фотон солнечный он достигает нас и вызывает определенные изменения в нашем организме богатые мы бедные больные здоровые мужчины женщины имеет значения природное явление действует на всех одинаково и вот время действовать на всех тоже одинаково то есть люди родившиеся в разное время могут испытывать разное влияние в тот или иной период времени скажем вот если возвращаясь опять к этой болезни не все странно очень как-то то есть не поголовно все заболевают несмотря на то что некоторые люди находятся в тесном контакте с другими людьми которые заболели которые переболели а эти люди никогда так сказать не не заразились этим вирусом есть такая статистика и эта статистика многих специалистов приводит некое замешательство потому что никак не видно корреляции с чем это связано вот а у меня есть наблюдение по этому поводу это связано как раз персональными датами рождения а по большому счету это связано с генетикой или с определенной эпигенетической меткой которую несет в себе каждый человек и вот эта метка она является ну как бы некой мишенью для вируса по большому счету мы переживаем с вами сейчас время сепарации и этот процесс он напрямую связан с эволюцией напрямую связан с эволюцией мы эволюционируем посредством своих знаний в первую очередь мы эволюционируем не за счет того что у нас улучшилось питание мы стали выше какое-то поколение какое-то поколение меньше многие специалисты генетики говорят что человек не прекращает эволюционировать вот мы стали выше там еще что то но я вам скажу так днк со времен адама у нас у всех одна и та же но просто возьмем для примера допустим южную корею и северную корею один генотип у людей но только одни в среднем на 10 сантиметров выше других это результат эволюции нет это результат хорошего питания не более того а вот эволюция мозга происходит по-другому и иногда природа вмешивается и мы начинаем эволюционировать исключительно за счет так сказать таких вот вроде бы опасных и ужасных факторов как пандемии вот согласитесь со мной мы же а боремся с естественным отбором мы усиленно боремся с естественным отбором каким образом мы создали пенициллин допустим еще сто лет назад женщина с узким тазом не могла родить ребенка не могла физически да то есть не было там способов и методов которые есть сейчас то есть мы постоянно боремся и мы побеждаем но побеждаем и на коротком этапе время нечто похожее на пандемию или пандемии и тогда все становится на свои места очень ярким примером может служить африка где смертность была довольно высока но в силу разных обстоятельствам гигиены питания условий жизни и так далее население не очень как бы росло потом цивилизация начала так сказать обеспечивать медикаментами продуктами питания и тем не менее там случается вот подобного рода я не знаю назвать это пандемии которые уносят много жизни то есть мы там встречается конечно многие вещи но там большей степени это эндемические какие-то вещи связанные с эндемикой я вам скажу что ведь не только при вот коронавирусной инфекции мы видим что одни болеют а другие не болеют допустим палочка коха туберкулезная она ведь она везде и и где-то и только нет и это заболевание развивается по-разному есть туберкулез костей кожи легких волос конце концов вот но при этом ну вот обычная практика допустим из системы наказаний до в одной камере может сидеть 20 человек из них там пять человек с открытой формы туберкулеза но все 20 не заболеет не заболеет это определяем нужно у них есть индивидуальная генетическая защита также как у некоторых людей есть генетическая защита от вируса корид 19 то есть поголовное тогда поголовное вакцинирование не имеется а как определить ну это опять должны ученые работать ученые к сожалению опять на эти вещи внимания не обращают вот допустим я всегда сконцентрирован на датах рождения людей потому что дата рождения человека для меня является некой системой карди и это отнюдь не связано с нумерологии абсолютно ведь давно известно и в том числе и допустим а психиатрии что есть допустим весенние или осенние обострения до каких-то процессов есть определенные ну как правило это связано с тем что с точки зрения науки что а в какой-то момент времени наступает а витаминоз там или еще что-то хотя фактически психические заболевания они имеют исключительно генетическую историю вот и я сам наблюдал допустим в больнице когда лежит дед отец и сын да и все лежат с одним диагнозом в одной клинике да вот или в разное время лежать то есть это генетика вот в отношении пандемии очень сложно сейчас увидеть ученым что это заболевание поражает людей с определенными генетическими особенностями но задача вируса не просто поразить человека вообще глобальная задача вируса изменить сознание человека это глобальная задача я на той же лекции 9 декабря 19 года сказал что у нас возрастет эмпатия мы станем более чувствительны друг другу станем лучше чувствовать у нас возрастет интуитивное восприятие и тогда меня опять не поняли потому что ну вообще вот так вот казалось бы с чего это вдруг человек который не отличался какой-то большой эмпатичностью вдруг стал каким-то чувствительным или сочувствующим или пал во всяком случае более внимательным другому человеку потому что до пандемии мы могли чихнувшему рядом человеку в лучшем случае сказать будьте здоровы идем дальше и мы его не помним но в момент когда у нас развилась вот эта вот история мы стали очень внимательно относиться к тому как ведут себя люди чихают ли они кашляют ли они как они выглядят мы сами стали сканировать свой организм мы стали уже когда изучили что есть определенная симптоматика допустим потери обоняния мы стали принюхиваться мы слышим запахи или не слышим мы стали обращать внимание на состояние здоровья своих близких то есть мы стали тренировать интуитивное восприятие от хороший признак потому что за последние 120 лет мы кроме агрессии по большому счету ничего не культивировали а вот и мы работали чисто по дарвину выживает сильнейшим пандемия уравняла всех и сильных и слабых вы знаете реакция наверное все-таки нет может быть люди персонально как бы вы правы наверное люди стали действительно прислушиваться присматриваться но что касается агрессии вы понимаете вот скажем я говорю про нашу ситуацию не знаю как она в россии но вот у нас скажем вдруг люди которые прошли не все потому что мои коллеги которые порой сидят напротив меня в студии которые вакцинировались относится ко мне так же как до этой пандемии а я не вакцинировался но в принципе но это скорее деятельность политиков которые натравливают одну группу на другую в этой ситуации им проще управлять нет это это действительно я согласен с вами вот этот древний принцип макиавелли разделяй властвуй он сейчас реализуется прямо полном объеме в полном объеме и я это вижу вот потому что те кто властвует а им нужно разделить и найти себе сторонников с одной стороны да потому что ну сложно управлять такую массой людей да и особенно в такое время вы знаете банальная фраза время покажет да время покажет вообще я свое время посчитал что она должна была закончиться уже к мая 21 года если вы посмотрите статистику там реально было резкое снижение уровня вот а потом поехала опять все в гору да а почему поехала а вот здесь уже вопрос касается как раз может быть даже вакцинации потому что работая с людьми вакцинируя их мы по большому счету из части людей создаем некий реактор по созданию новых штамм да и мы физически не успеваем блокировать вновь возникающие штаммы поэтому здесь мы будем смотреть по времени как все будет происходить и дата рождения людей она в принципе здесь меня не обманывает почему я еще раз вернулся к датам рождения людей и почему это не нумерологии вот если допустим я вам скажу определенную координату а вы как человек изучающий географию вы достаточно легко мне можете объяснить по поводу этой координаты многие вещи да какой город находится там определенная долготе и широте какой климат какая история огромное количество факторов если вы ничего не знаете о вот этой системе географических координат ну вы наверное ничего не расскажите для вас это будут просто цифры и не более того а вот для меня цифры вот эти это система координат в которой находится человек его в первую очередь это его широта долгота определяется по датам рождения родителей я в общем-то работу именно с этой системой она достаточно понятная я до сих пор продавать не пойму почему практикующие врачи мало обращает на это внимание хотя я когда вижу дату рождения я реально понимаю шанс человека на заболевание и могу дать прогноз да благоприятное или неблагоприятное развитие да будет в этого человека в тот или иной момент времени по этому поводу я уже много лет провожу мастер-классы и называется не у меня так влияние прошлого на будущее где я разбираю генеалогию и прямо на примере живых людей показываю как передают генетические факторы что потом человек реально может сам достаточно неплохо своей семье разобраться и понимать когда есть взлеты и иммунного и социального статуса когда есть падение иммунного социального статуса с какими людьми надо быть повежливее если такие кому хамить определенным людям а еще пожелать мужу и он превратит вас в крыс а кто у нас муж волшебник предупреждать надо ну в общем а достаточно много информации вот это исходя из вот этого штрих-кода который называется дата рождения человек александр мне очень не хочется вас прерывать но мы должны остановиться на короткую рекламную паузу то есть дата рождения может быть отправной точкой для того чтобы сказать человеку какие-то вещи ну серьезные довольно да конечно цепи альный мы буквально остановимся на несколько минут послушаем рекламное объявление после чего вернемся продолжим и если у наших радиослушателей будут вопросы вы не против если мы примем звонки ради ради бога вопросы могут быть любые абсолютно а среди моих слушателей бывает достаточно людей которые чувствуют меня очень быстро вот но есть люди которые не чувствуют меня и и поэтому ну где скептики и я абсолютно не против скептиков вот абсолютно потому что они должны быть в нашем мире иначе скептики вообще реализуют то что придумывают люди приводят из мысли идеальной в материальной составляющей буквально несколько минут и мы вернемся возвращаемся к беседе с александром литвиным телефон студии 847 4005 200 и если вы не против александр давайте попробуем принять звонок давайте попробуем может быть получится добрый день пожалуйста вы в эфире если у вас вопрос очень короткий у меня первый вопрос тебе когда я вам сказал что ванга сказала что полка после первого черного президента в америке начнется хаос вы мне дружно с анатолием ответили нам еще и за перейти не хватало а сегодня это же то о чем говорят сейчас именно та эзотерика который вам не хватало и которая определяет что и как в мире замечательного эволюции эволюции дорогой мы эволюции у вас нет вопроса как вы относитесь к предсказаниям ванге вы знаете я был там где она работала это достаточно уникальное место само по себе это кратер древнего вулкана и в этом месте по преданиям болгар погиб а погибло огромное количество людей там был город такой она работала в уникальном месте с точки зрения физических параметров этого места есть ли там провести исследование с точки с применением такси приборов то там локально будет зафиксировано изменение гравитационной составляющей она будет ниже чем в окружающей среде почему я говорю о физических процессах вообще все чудеса которые с нами происходят и о которых пишет история это это все связано по большому счету с физикой но в некоторых случаях с физикой завтрашнего дня да допустим а если бы в 17 веке вот сейчас какой-нибудь из обычных жителей 17 века допустим на улице парижа или тулузы увидел меня вот так как вы меня сейчас видите да то наверно и и зрителя бы сожгли и и и того кто в ноутбуке вы сожгли вот на сегодняшний день это никого не удивляет есть интуитивные люди и я смею утверждать что ванга была невероятно интуитивным человеком и многие вещи она действительно могла в общем то не то чтобы предположить а быть уверенной почему она могла быть уверенной в своих высказываниях наверное на основе своего персонального опыта потому что каждый раз когда твои слова твои предположения реализуются уверенность у человека повышается в разы я сам проходил через этот опыт у меня есть этот опыт и это очень интересный опыт иногда он немножко страшный а вот но он всегда любопытный он всегда заставляет думать о более глобальных вещах и не зацикливаться на каких-то тактических уровнях возможно ванга неплохо могла и замечать изменения в том числе и цикличности кроме того она же была очень набожной и серьезно относилась книгам о которых я говорил и ветхом завете и вторе написано да и книга экклезиаста это реальный документ который существует может показаться что он ну как бы фантазия до каких-то бедуинов которые пасли овец но поверьте если мы посмотрим историю мы увидим что никакой фантазии нет все циклично и все повторяется и повторяется настолько точно я могу сказать допустим по существующей пандемии вспомните средневековье и вспомните что там предшествовала ренессансу пришла чума с юго-восточной азии пришла в венецию вместе с купцами и торговцами что мы видим в 2019 году та же самая чума но в виде уже коронавирусной инфекции и зашла она немножко западней венеции она зашла через милан европу а дальше все по всему миру уже даже вот этот фактор он как бы людей думающих заставляет в общем-то принять цикличность как таковую вот поэтому я отношусь к эзотерике а только в той и части которая имеет под собой а физические предпосылки к сожалению огромное количество эзотериков которые говорят что они эзотерики это уже продукт так сказать шоу-бизнеса это некий арт или китч вот эти проекты и или некоторые люди думают что они что-то могут делать но это же опять в связи с их состоянием их психики да то есть у людей существует сверхценные идеи и они с этими сверхценными идеями пытаются двигаться а общее падение уровня образования позволяет это делать но опять же до поры до времени потом все равно меняется ситуация я думаю останутся только исключительно более-менее понятное с точки зрения физики а явления но мы чем больше мы развиваемся тем и меньше знаем вот это закон познания до чем мы более образованы чем мы более развиты тем у нас больше вопросов к этому миру он устроен сложнее чем мы думаем и только каждый раз познавая поднимаясь на какую-то ступеньку с этой ступеньки опять видны некие туманные горизонты до которых нужно доходить поэтому мое отношение к эзотерике спокойно и абсолютно а вот и некоторые вещи я реально понимаю и принимаю некоторые вещи я говорю нет это неправда но я могу вам даже рассказать знаете на таком примере я я даже в книге своей написал о нем мышцы с бабушкой гремел гром не было не помню сколько лет порядка десяти лет не было и она сказала когда гремит гром нужно кувыркаться тогда не будет болеть спина я говорю в чем смысл я не сказал тогда в чем физический смысл явления и таких слов то не знал я говорю как это работает она ведь я не знаю вот мне моя мама сказала ей и вам сказала и вот так это передается и когда я в семьдесят пятом году поступил медицинское училище и там изучал физиотерапию и мне показали приборы сказали как на него работать принцип устройства и так далее это был прибор который назывался аппарат увч 66 то есть аппарат ультравысокой частоты который неплохо лечит различные проблемы связанные с опорным двигательным аппаратом прежде всего да как это работает есть электромагнитное излучение так вот во время грозы тоже есть электромагнитное излучение и плюс сопровождается она еще а звуковым сигналом определенной частоты и в момент ротации то есть в момент кувырка раздвигается позвонки и пораженная зона подвергается облучением никакого чуда не есть физика простая физика вот и все давайте попробуем принять число но и день пожалуйста в эфире дата рождения декабрь 22 декабря 58 года а можно узнать ваше имя можно узнать софия софия у нас как переводится как мудрая до помните но вас относительно правильно назвали а я могу сказать вам что у вас достаточно неплохое интуитивное восприятие то есть вы можете видеть сны и возможно что достаточно часто было ощущение такой дежавю так называемое ощущение знакомой картинки а дата рождения это еще не все да это только широта есть еще даты рождения родителей но а даже по широте могу сказать что вы человек ночной и в утренние часы достаточно сложно вам быть реализованный даже в общем-то нет хорошего аппетита нет хорошей перестатики вот а есть у вас хорошая интуиция на слабое звено в системе вы критичны вы хорошо видите недостатки вы не будете никогда нападать 1 но вы прекрасно защищаетесь поэтому у вас хорошие оборонительные такие реакции но для того чтобы осваивать мир вам нужно ну иногда провоцировать людей да то есть вы выбрали путь обороны прежде всего это мне всегда напоминает вот когда я вижу таких людей это мне напоминает восточное единоборство айкидо да то есть вызывая агрессию свой адрес используя инерцию нападения вы проводите контрприем вы человек очень обязательный очень заботливый по отношению к близким людям иногда даже гиперзаботливый то есть вам бы хватку немножко ослабить в отношении контроля и опеки над другими людьми а вот что еще добрый день пожалуйста в эфире очень интересный молодой человек во первых он опережает развитие своих ровесников он их старше по восприятию мира он старше вас да и поэтому с ним нельзя говорить как с равным лучше начинать разговор и при этом его нельзя торопить он может раздражать несколько то что он медлительный очень он просто марафонец по жизни он марафонец он не выиграет на коротких дистанциях да он быстро устанет но если он допустим будет делать какой-то длинный проект все все отстанут он придет первым да и это в спорте в том числе да он поплывет на пять километров он выиграет на один километр он проиграет никогда не торопите этого человека в преамбуле говорите ему так прямо в начале разговора вы должны давать ему достаточно длинный дедлайн то есть вы говорите во-первых низким голосом у него уникально тонкий слух и говорите как я тебя не тороплю подумай на эту тему и обозначьте тему но вы не должны его трясти как грушу чтобы он выдал вам немедленный ответ говорите тихо и давайте ему время подумать по генетике он конечно обладает достаточно выраженной медицинской генетикой то есть в его роду кто-то лечил людей и это древняя история это может быть и 300 и 400 лет но на протяжении длительного времени у него есть интуиция на диагноз очень хорошая неплохая но кроме того есть за счет очень тонкого слуха почему нужно говорить с ним тихо а есть способности к иностранным языкам есть способности к музыке но опять же за счет слуха его хороший учитель это мужчина потому что у мужчин от природы голоса более низкие вот кричать на него категорически нельзя ну и он человек цифр он очень неплохо может заниматься кодировкой шифрования в том числе эти технологиями когда представляет некую загадку у него лицо покер фейс вот смотришь на него и не понимаешь что он думает то есть мимические мышцы очень хорошо контролирует я не исключу что может быть была проблема зубами или стояли брекеты контролирует мимические мышцы это как бы результат некой тренировки да может быть и такое вот но самое главное когда он волнуется обратите внимание если он вот так вот тянет рука то он волнуется потому что он он слышит кожи и для понимания информации ему нужен очень тонкие вот такие вибрации звуковые вот пока вот так парень очень умный а от этого несколько одинокий александр огромное спасибо к сожалению времени у нас больше не осталось звонки еще поступают вопросы еще есть очевидно нам придется встречаться и отвечать людям на вопросы давайте через пару недель мы встретимся и моя лаборатория открыта спасибо огромное за ваше время за интересный рассказ и информацию которые с которой вы с нами поделились спасибо и всего доброго и надеюсь до следующей встречи его доброго до свидания хорошего вам дня хорошей недели